День уважаемых жителей республики Саха-Якутия. На текущий момент, на 16 октября 2020 года, ситуация в Якутии остаётся напряжённой и тревожной. За последние сутки выявлено 133 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом на город Якутск приходится 85 случаев. Ещё раз обращаю внимание, что в основном это случаи, которые непосредственно возникают в результате корпоративных семейных контактов. И тот указ главы республики Саха-Якутия, который издан сегодня в части вопросов, связанных с усилением ответственности работодателей за отслеживанием тех работников, которые посещают рабочее место с признаками ОРВИ, а также с уходом бюджетной сферы на удалёнку, я думаю, что на удалённый режим работы даст возможность непосредственно снизить в целом все показатели. И прежде всего город Якутск, потому что в основном он в республике представлен бюджетной сферой. Что касается промышленных районов, то в них непосредственно сами работодатели достаточно чётко выстраивают свою работу на настоящий момент. В ряде промышленных районах и на предприятиях начинаются перевахтовки и смены персонала. Уже есть отработанная схема по обсервации этих работников. И главное теперь дальше, чтобы именно там соблюдались правила по дальнейшему также разделению потоков, по соблюдению социальных дистанций и, соответственно, по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Впереди город Якутск, так же, как и все районы республики, ждёт непосредственно дни дезинфекции, которые должны пройти по указу главы республики и, соответственно, данные дни должны стать основанием для того, чтобы говорить о том, что всё-таки мы должны работать в чистом пространстве. И это тоже новые тенденции, новые правила соблюдения именно санитарных норм. В Жиганском улусе у нас, к сожалению, подтвердился плохой прогноз, связанный всё-таки с распространением заболевания от одного человека. И, соответственно, сегодня в Жиганске фиксируется 9 случаев новой коронавирусной инфекции. В Санитарском улусе тоже большое количество, по нашему мнению. Сегодня выявлено это 7 человек, но непосредственно оказывается республиканским оперативным штабом вся оперативная помощь для того, чтобы эту ситуацию регулировать. В отдельных улусах, остальных практически в каждом есть по одному, по два случая. Но необходимо обратить внимание, что у нас уже начинает уходить коронавирус глубоко на север. И поэтому сегодня, а и отдалённые населённые пункты, сегодня главной задачей является, прежде всего, со стороны глав муниципальных образований отдалённых населённых пунктов, это контроль за соблюдением гражданами масочного режима. Кажется, что сельский или любой арктический населённый пункт отдалённый, он далеко. Но, тем не менее, коронавирус, он приходит и в отдалённые населённые пункты, поэтому соблюдать масочный режим должны все. Это позволит не распространять его в большом количестве. Медицинские организации готовы. На контроле у нас находится и обеспечение как лекарственными средствами, так и, соответственно, всеми необходимыми оборудованиям для того, чтобы помощь оказывать. За сутки у нас, к сожалению, зарегистрирован один летальный случай. И, соответственно, лабораториями Якутии проводится за эти сутки проведено 5386 анализов. Вчера глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев встречался с главными врачами больниц города Якутска для того, чтобы непосредственно разобраться на месте вместе с врачами, разобраться в той ситуации и в тех проблемах, которые возникают, выраженные в том числе в жалобах граждан на длительную госпитализацию, на длительную невозможность дозвона. Ну и, соответственно, в целом все отметили, что необходимо уже сегодня ряд еще организационных мер принять. И в целом ситуация уже более спокойная. На настоящий момент самое главное для нас – это сегодня четко понимать, что принципы госпитализации и порядок госпитализации определяет врач. И, конечно же, нужно просто спокойно для себя воспринимать и в том числе и лечиться гражданам амбулаторно там, где нет показаний для госпитализации. Сегодня, значит, койки в республике, в том числе в городе Якутске, для госпитализации есть. Продолжение следует...